Приветствую вас, друзья, на канале Каменный Успех. Дома из камня. Как должен стоять угол? Многие ставят, как попало. Наши миллиметры должны ложиться, так сказать, вовнутрь. Если вы посмотрите на уровень, вот посмотрите, у меня наклончик идет вовнутрь. Всегда вовнутрь. Если вы еще делаете по уровню, вы всегда сможете выровнять его. Но если ваш камень идет наружу, вы никогда не выровняете. У вас стена пойдет дубой, змейкой такой. И вот эти миллиметры нужно ловить. И многие мастера нарушают эти правила. Поэтому я пришел к тому, чтобы поставить маяки, чтобы все было ровненько, чтобы все было аккуратно. И вот здесь, вот здесь, мы можем даже посмотреть, вот наблюдать, как положенные камни. Видите, как у меня животики. Если мы кладем за счет уровня, камень вовнутрь. Следующий камень, он становится, он может стать уже ровным. То есть вот эти миллиметры, их очень тяжело отловить, так сказать, поймать. Потому что камень иногда бывает большой, иногда громадный камень. И как ты его там подобьешь? Он не подвинется никуда. Почему я поставил маяк? Для того, чтобы все это было с правильным наклончиком. Чтобы мастера как бы не повели, потому что эту информацию очень мало кто знает. Это как бы... Каждый как бы знает, но каждый делает по-своему. А раз каждый делает по-своему, значит потом и подводные лодки тонут. Для мастеров, которые кладут под уровень, то есть без маяков, всегда камень должен ложиться вовнутрь. И уже следующий, верхний камень, он может стать ровно. И уже следующий камень, он может стать немножко вовнутрь. И уже следующий камень, он обратно возвращается. И там вот эти миллиметры, их как бы видно не будет. Но их будет видно, и если у вас один камень пошел наружу, и следующий камень пошел вовнутрь, и вы уже потом не сможете, как бы правильно выставить, потому что у вас будет уровень играться, то есть по камням. Кто это знает, пожалуйста, подсказывайте, говорите. И может кто-то больше добавить к этой теме. У меня очень много тем, которые нужно раскрыть, и которые я собирался раскрыть при строительстве этого дома. Но я еще раз повторюсь, что я просто автоматически не успеваю, потому что на самом деле мы это здание сделали за две недели. Сложность в том, что существует очень много углов. И вот каждый угол, во-первых, обработан. Во-вторых, кладка. Очень много разных нюансов. Потом вот эти дверные проемы. Я не скажу, что это тяжело. За каждым нужно следить, смотреть, помогать, подсказывать, и поправлять где-то. Потому что если я где-то буду отвлекаться, я не продвинусь. То, как я сейчас уже продвинулся, за две недели мы преуспели первый этаж, мы бы никогда его не закончили. И в конце концов, вы видите результат. Результат за мной. Нанимайте людей, то есть мастеров, профессионалов. Камни очень много разных нюансов. Угловые камни. Повороты разные. Вывести камень наружу где-то, а где-то его наоборот нужно утопить, а где-то его нужно отбить. То есть это как бы создавать в моих глазах, в ваших глазах картинку, картинку будущего дома. И вот, вы знаете, я всегда, когда берусь за что-то, я вижу окончание этой работы. Вот наше преимущество, потому что любой проект, мы его видим в окончании. Поэтому мы делаем быстро, поэтому мы умеем делать качественно, и поэтому мы умеем делать хорошо. Поэтому состоятельные люди, строите из камня. И я знаю, вы нуждаетесь в нас, в нас профессионала. А мы нуждаемся в деньгах. Вы ищите нас, а мы ищем вас. Мастера, стройте из камня. Стройте из разных камней. И мы научим вас строить и зарабатывать.